Держите подателю, прилийте, беззяты, и очистите меня всякие скверы, и спаси, Боже, души наше. В нынешний день, ну вполне естественно, в юбилейный год, хотя уделить какое-то, вот так сказать, небольшое времечко для того, чтобы как-то почтить память великого угодника Божия, преподобного, старца Уптинского, Амвросия, память которой сегодня юбилейный год, и мы, как-то сегодня должны отметить, хотя бы побеседовать, порассуждать, вспомнить о тех духовных наставлениях, которые преподобный Амвросий совершал, неся свое тяжелое служение, крест, быть делателем на великой жатве церковной. Потому и нам, ну сегодня, насколько это для нас возможно и посильно, можно было бы попробовать привести себе на память самые, ну существенные, самые важные моменты в духовной жизни человека. Итак, что самое главное, конечно, вспомнить мы можем слова Господня, который говорит, ищите прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится вам. И еще, многими скорбями подобает нам войти в Царствие Небесное. Это великая ложь, это великая прелесть, когда человек здесь на земле скорбей не несет, и вдруг попал в Царствие Небесное. Так не бывает. Царствие Божие нудится. Вот один из тех моментов, которые преподобный Амвросий и сам исполнял. Ну представьте себе, когда вот мы видим, даже на портретах, как он изображается лежа, уже почти что умирает. Кто-то приходит, хочет получить от него какой-то совет, и что прежде всего, он вспоминает Господа, входит в любовь Божию. Надо вставать, надо идти. И там один из каких-то врачей оставил по нему воспоминания. Да ему бы надо было уже вот через несколько часов умирать, а я, говорит, теперь уже и не могу даже и сказать, и прогнозировать. А он еще, может быть, год проживет. Тут уж не знаешь, как в медицине даже поступать. Господь хранит человека. Если человек от всей души по-настоящему Бога любит и понимает, мы без Бога ничего не можем. Кто я? Ну, размыслите. Ни начало, ни конца, ну ничего не знаем. Я произошел, я здесь, я там, а как это? Почему я сейчас, а не две тысячи, три тысячи лет назад? Как это? Все в руке Божьей промысла. И об этом преподобном Росе многократно говорит и внушает. Потому что этого знания о том, что мы без Бога ничего не можем. Бог, Бо, есть действующий в нас, чтобы захотеть и чтобы сделать доброе. Даже захотеть, откуда мы возьмем самоохотение или понятие добра, или силы, чтобы сделать. Апостол говорит, Бог, это действует в нас. А если Бог в нас действует, мы любим и хотим, чтобы в его воле была все Бог может сделать. И укрепить, и подкрепить, и поддержать. И в этом состоит вот его старческое служение человека, чтобы довести до сознания человека. Трудно человеку, особенно мы знаем, как трудно бывает порой в мирской жизни, особенно в былые времена, как трудно жить. Сейчас есть и отопление, сейчас есть освещение, сейчас всегда же транспорт какой-то. Надо в семье-то каждый день там печку протопить, там за скотинкой поухаживать, там надо детишек что-то пробудить, там надо то прочее, потом идти еще на какие-то работы. А там кто-то заболел, сколько скорбей. И вот в этом случае преподобный Абросий был дивным утешителем, потому что таких людей, их надо утешать и поддерживать. Им трудно жить, но жить правильно все-таки надо. И крест нести свой надо. Не унывать, не отчаиваться, не роптать. Или наоборот, бросить все, бездельничать. Вот здесь преподобный дивный утешитель напоминает. И говорят, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю и я. Всем надо потерпеть, но когда мы терпим во имя Господня сознание, что Бог есть и в нас в сердце пребывает и все-все видит. И все доброе, и все лукавое, все Бог видит. От нас наша самая главная задача такая. Вот внутрь себя смотреть, и что совесть нам говорит, правильно ее исполнять. Не лукавь. Что можно сделать? Сделай, не сделаешь. Бог видит. Значит, нужно жить по совести или, как говорят, добросовестно. Пусть даже человек мало знает закон Божий. Апостол говорит, язычники говорят, не зная закона, естеством законное творят. То есть какие-то вещи многие, даже не зная. Человек, может быть, никогда не научился читать и читать не может. А ведь понятно по естеству, по природе. Дома-то надо помочь родителям помочь. Кто-то заболел, ага, надо как-то посоучаствовать. Надо показать внимание. Надо больному как-то помочь. И это просто, естественно. И он исполняет. Что тот голос совести, который в самом естестве, в природе нашей, от сотворения вложен. Если человек внимательно к себя относится, добросовестно, то Господь многое, многое ему откроет и укрепит. И сделает его способным на всякое доброе, благое дело. Вот это служение и вот эти вот вещи, служение старца, преподобном Амбросия, оно очень-очень важно по сей день. Да что мы говорим по сей день? Не то, что до скончания века, а даже вообще-то во веки веков. Мы всегда должны быть с Богом. Вся наша вечная жизнь с Богом. Без Бога. Что это за вечная жизнь? Никак. Чем ближе к Богу, тем для нас отраднее, тем надежнее. Все понятно. И особенно думать, как будет в вечности, не надо. С Богом хорошо. Здесь все вопросы отпадают. А как быть с Богом? Прежде всего, любить. Это первое заповедь и большее, Господь говорит. А от нее рождается все другое. И второе – любить ближнего. А любить ближнего – значит как-то соучаствовать в него, бедствием, скорбя, помогать. Как себе ты хочешь добра, хочешь, чтобы быть с Богом, чтобы тебе было блаженно на душе и во всем твоем составе. И ближнему нужно желать. И об этом должно быть у нас у всех забота и попечение. Не только что на каких-то старцах возложить это дело. Нет. С каждого из нас спросится. Ну, я бы сказал так. А в какой мере ты был старец сам? Как ты ту меру старческого служения сам выполнял? Как ты заботился о детях? Как ты заботился о семье? Как ты вел себя в общественной жизни, с окружающими? Все это очень важно. Все это взыщется. Да еще, как говорит Господь, за каждое праздное слово ответ люди дадут. Это что значит? Значит, Бог все ведает. Ведает что в сердце? Ну, что там? Компьютер какой-то или мобильники записывают все эти праздные слова. Да, там еще несравненно точнее все записывается. Все. Да еще что там записывается? Богу ведомое помысление. И еще задолго до того, как человек-то родился. Богу все ведомо. И поэтому важно для нас жить вот так, как Господь заповедует. Но все-таки мы должны сказать, в заключении вот всего-то, можно было бы сказать, я бы напомнить хотел. Один у нас старец, апостол говорит, один у вас учитель, один у вас наставник, Христос. И какой бы старец ни был, какой бы величины он необъятное достиг, никогда не сравняется с великим первым старцем со Христом. От него все наши научения, от него все наши какие-то старческие заботы, попечения, дарования. Только от него, от другого кого-то, что-то мы не получим. И Слово Божие говорит, всяк дар совершен, самый совершенный дар. Всякое даяние, благо, от тебе, Отца Светов, не сходит. Старец может погрешать. Все мы люди. Может в чем-то ошибиться. Но все наше сердце должно быть направлено, при всем главному, великому старцу. Ко Христу. Он не ошибается. Если видишь, что человек живет посильно, добросовестно, не оставит Господь. Даже старец ошибется, а Господь его поправит. Господь его умудрит. Ну что, и таких примеров было много. Даже мы находим и в Священном Писании, и в Жизнеписании подвижника благочестия. Когда какой-то пророк что-то не то стал говорить, а вдруг ослица проговорила человеческим голосом и его поправила. Откуда-то она узнала так. Господь не мог сделать. Значит, он старец. И он знает, как внушить истину, правду, каким образом, если человек достоин того. А достоин будет тогда, когда добросовестно проводит свою жизнь. Итак, важное дело в старчестве, руководстве в духовном, чтобы внушить человеку, кому требуется от нас добросовестность. Это от всех людей без исключения требуется. Все будут судимы, никто не скажет. Я не слыхал о христианстве, там ничего, ничего не знаю. Я говорю, нет, а совесть, то, что тебе говорило, потому что совесть в сердце каждого человека действует. Совесть, то есть весть от Бога. Вот что такое совесть. Пусть ты что-то не знал, но ты исполняй то, что знал. И тогда ты будешь подниматься, духовно возрастать. Вот это главное. И это, так сказать, задача старческого служения. Ведь люди разные подходят к старцу. Один, сказать, может, совсем-совсем молодой. Ну, как ему будешь говорить какие-то вещи высокие, когда я, как апостол, говорю, молоком питать надо. Вот это самое первое молоко, можно сказать, добросовестно. Не будет он этого воспринимать. Ну, чем его можно напитать? Это начало всего. А к нему же прибавляется богооткровенное слово Божие. Слово истины. А слово Божие, что это? Господь говорит слова, которые я вам говорю. Это суть дух и жизнь. И почему, кажется, вот мы даже сейчас уже, даже сейчас, вот, мне кажется, пространно уже я вот говорю вроде, да? Почему вот все это нам требуется переосмысливать, вчитываться, пережевывать, вникать? Еще одна важная, великая задача, без которой невозможно спастись. Господь требует от нас, чтобы мы родились от Бога. Рожденная от плоти, есть плоть. Плоть не пользует немало. А если кто не родится от воды духа, не увидит Царствие Божие, не войдет. А как родиться от Бога, прямо говорит апостол Иоанн Богослов. Говорит, ко своим пришел, свои, говорит, не приняли. А те, которые приняли его, дадим власть. Какую власть? Быть чадами Божиими, которые не от плоти, не от крови, не от хотения мужа. Но от Бога родились. От Бога должно родиться. Вот задача духовного окормления старческого. А как от Бога родиться? От плоти рождается, от плотского семени. Значит, духовное рождение тоже должно быть от семени. Какого? Духовного. Не будет этого духовного семени. Ничего не выйдет. Никакого рождения духовного никогда не будет. А что это за семя духовное, которое мы рождаемся? Смотрите, помните, там в Евангелии даже Никодим пришел к Господу, а Господь ему объясняет. Говорит, если человек не родится, говорит, да, от воды и Духа, не увидит царты Божьей, он говорит, как, говорит, что вновь в утробу войти? Смотрите, что Господь говорит. Ты ли, учитель Израиля, этого не знаешь? То есть, такой простой вещи забыли, что мы должны родиться духовно, от духовного семя. Что тут и объясняют, да, что это за семя-то такое духовное? Апостол Петр вот говорит, мы рождены не от семени истленного, не от плотского, а в семени нестленного. Какого? Словом живаго, Бога. Словом, которое пребывает вовеки. Вот рождение, вот задача, вот крест, вот труд, вот мученичество, старческого служения, чтобы довести это до сознания человека, возбудить у него ревность, любовь, желание, искреннее стремление к духовному рождению. Не родимся, значит, мы будем мертвы. Господь, доставьте мертвецам погребать своих мертвецов. Да. Ходит человек, он мертв, чтобы духовно не родился. Должен родиться духовно. Вот наша задача. И вот в этот день я скажу так, ну, пусть даже, я прямо скажу, откровен, еще будучи в свое время в лавре, у меня были вот письма преподобного Авросия, прямо сказать, на первом месте. Сколько они помогают. Помогают вот правильно, как-то самому сориентироваться в своем душе, в своем сердце и с людьми, которые приходят на Испы. И потому это очень драгоценное наследие, которое мы имеем сейчас, письма преподобного старца Авросия. И вот сегодня мы всем вам раздадим эти письма преподобного Канетова, они вот будут. Ну, спасибо, Господи, дальше кто у нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.